Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. Начинается Доброе утро, всем говорим. Начинается программа Личное утро. Анна Смирнова, Олег Пекай. Доброе утро, еще раз. Нам помогает Родион Золотарев. И сегодня в нашей программе гостью является Светлана Цавицкая, член правления организации 9 мая ЛВ. Здравствуйте, доброе утро, Светлана. Доброе утро. И, конечно же, поздравляем вас с наступающим праздником. Да, поздравляем вас. Как мы понимаем, 9 мая в этом году, учитывая те условия и чрезвычайные ситуации, пандемия, оно будет нестандартным, скажем так. Необычным. Несмотря на то, что вчера правительство все-таки объявило о смягчениях, определенных послаблениях и о том, что разрешен сбор 25 людям вместе, но расслабляться пока рано, насколько мы понимаем. Как это все будет проходить? Знаете, я хотела бы особо сначала отметить, что, да, о послаблениях уже заявлено и их проанонсировали, но очень важно понимать, что эти послабления вступят в силу после 12-го числа. Поэтому, уважаемые слушатели, 9-го числа правила не меняются. 2 плюс 2 остается в силе. Полиция будет работать в особом режиме, естественно. И если не будут соблюдаться эти правила, то они будут вынуждены штрафовать, нарушить. Поэтому, пожалуйста, 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 соблюдайте правила. Никто не хочет портить праздник. Ни мы, ни вы, ни полиция. Но если в стране сложилась такая ситуация, то мы вынуждены следовать данным правилам. Поэтому, пожалуйста, быть очень внимательны. А как это будет тогда происходить? То есть, ну, предположим, человек хочет приехать к памятнику освободителям с цветами. Что ему нужно для этого сделать, ну, чтобы соблюсти все правила? Как это? Вы знаете, во-первых, конечно, мы призываем по возможности, если, допустим, у кого-то недалеко от дома есть, есть же большое количество захоронений по всей Латвии, где похоронены воины, которые и отдали свои жизни, и умерли позже от рана в госпиталях. Может быть, возложите в этом году цветы к этим памятникам. Они всегда у нас незаслуженно забыты. И мне кажется, что если мы в этом году перераспределим вот этот поток, который обычно, особенно в Риге, концентрируется около памятника освободителям в Риге, то это будет очень правильно, очень правильно с точки зрения эмоций, с точки зрения того, что мы вкладываем в этот памятник, в эту память и в эту дату. И, ну, все равно, если кто-то из людей решит, что хочет выложить цветы непосредственно у памятника освободительного Задвинья, то, пожалуйста, помните, что два метра дистанцию вы должны соблюдать и со встречными, и с близинаходящимися людьми. Если вы пришли с кем-то, то это, опять-таки, не должна быть компания, если вы не член одной семьи, больше двух людей. И, пожалуйста, если вы увидите вдруг ветерана, который приехал возложить цветы к памятнику, не поздравляйте цветами, потому что мы знаем, что коронавирус – болезнь, которая передается через и воздушно-капельным путем, и через какие-то предметы, поэтому нам очень важно, чтобы наши ветераны жили как можно дольше. Давайте не будем подвергать их опасности, риску. И, конечно, ни о каких компаниях, ни о каких сборищах, как мы обычно привыкли встречаться с друзьями, встречаться со знакомыми, с коллегами, в этом году не может идти и речи, потому как мы подвергаем себя, прежде всего, риску, окружающих людей. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте правила. Давайте не будем портить праздник ни себе, ни людям, которые отвечают за безопасность в нашем городе, Вы сказали о том, что не стоит поздравлять ветеранов, и важно, чтобы они жили как можно дольше. И мы, действительно, с каждым годом… Поздравлять цветами. Поздравлять цветами, да, подходить. Ну, вот, действительно, мы понимаем о том, что с каждым годом свидетелей войны, ветеранов войны становится все меньше. Сколько сейчас ветеранов осталось в Риге? В Латвии, ну, те, кто воевал. Наши ребята каждый год перед тем, как мы тогда осуществляем развозы в подарках ветеранов, устраивают два обзвона. Один проходит за территорией, второй уже непосредственно перед 9 мая. Данный момент по Риге, по данным последнего, оставалось 600 тысяч человек. Чуть больше тысячи человек. Да, Светлана, простите, мы чуть-чуть перестали вас слышать почему-то. Хуже стало. Да, чуть поближе к микрофону. В Риге это в районе 643 человек, и по всей Латвии чуть больше тысячи. Но вы понимаете, что точных данных, к сожалению, не может быть, сколько они каждый день уходят. И это каждый раз боль, потому что очень многих из них мы знаем лично, наши волонтеры каждый год приезжают к ним не только поздравлять с праздником, но в течение всего года откликаются на всевозможные просьбы ветеранов. Это исходить в магазин, съездить в аптеку, помыть окна, сопроводить в поликлинику. И они стали уже друзьями. И сейчас, конечно, они очень переживают, наши ветераны, что ребята к ним не заходят, но мы не можем подтвердить их риску. И говорят, когда же мы зайдёмся попить чаю? У меня шоколад для тебя лежит, Данечка. И это приятно, и мы надеемся, что как только чрезвычайная ситуация закончится, мы сможем их навестить, поздравлять с праздником, пожелать здоровье, обнять и попить с ними чаю. Ну как ветераны сейчас реагируют на чрезвычайную ситуацию? Очень многие из них одинокие люди. И это наша боль. И вот ребята из нашей молодежной организации и руководителя нашего волонтерского движения Юрида Сорокина и Ленина Ильяна в тот момент, когда мы поняли, что чрезвычайная ситуация затянется надолго, и наши старики останутся без помощи, у них есть своя организация, которая, в принципе, выросла тоже из нашего волонтерского движения и БК МДЛА. И они начали сбор и средств, и всевозможных продуктов для того, чтобы каким-то образом поддержать самых нуждающихся. Это и ветераны, и многодетные семьи, там были разные категории, но прежде всего это, конечно, пожилые люди и наши ветераны. И они привозили продуктовые коробки, продуктовые наборы, и для того, чтобы эти люди не выходили на улицу, для того, чтобы они могли в условиях чрезвычайной ситуации каким-то образом продержаться до того момента, пока к ним не приедут знакомые, родственники. И, конечно, очень тяжело. Очень тяжело старикам, которые не могут выйти, они так сами не могут выйти без помощи. А когда они не могут это сделать еще и в связи с тем, что есть риск заразиться, это тяжело вдвойне. Они не могут, например, съездить сейчас в поликлинику. И если люди среднего возраста, молодые люди, могут перенести какие-то свои визиты к врачу на постпериод после чрезвычайной ситуации, то у 90-плюс летних стариков есть проблемы со здоровьем, которые необходимо решать здесь сейчас. К сожалению, эта медицинская помощь не всегда сейчас может поспеть вовремя. Но вот Вы сказали о том, что с ветеранами складываются такие достаточно теплые отношения. Вот я хотел как раз спросить по поводу того, что очень часто мы вспоминаем как будто бы об этом празднике, о ветеранах в связи с празднованием 9 мая. И вот насколько эти люди чувствуют какую-то поддержку в остальные все дни, помимо этих праздников? Мы неоднократно обращались к жителям Риги, потому что в Латвии мы, конечно, охватить не можем, поскольку сконцентрировано наши волонтеры живут все-таки в Риге. Мы призывали людей, если Вы знаете, что по соседству живет в Венокии ветеран, пожалуйста, дайте наши контакты. Мы обязательно с ними свяжемся. Если вдруг какие-то просьбы есть, опять-таки по дому, прибрать, помыть все окна весной сейчас, это очень актуально. Они сами в 90 с лишним лет не могут этого сделать. И наши ребята всегда стараются отвлекаться. 99,9% просьб ветеранов выполняются. Также подключаются и люди среднего возраста, например, сопроводить куда-то какое-то государственное учреждение, потому что зачастую это необходимое знание государственного языка. Многие из них не владеют. Да и в силу возраста понять, что тебе говорит чиновник и перевести это на нормальный человеческий язык достаточно сложно. Поэтому наши ветераны рижские, мы стараемся делать все возможное, чтобы они не были поздравлены только 9 мая. 9 мая мы собираем вот этот всеобщий народный клич «Поздравь ветерана и пожертвуй деньги на поздравление и на подарок». Это то, что происходит раз в году. И это непосредственно приурочено к дате. А если мы говорим о каждодневной вот такой приятной рутине, то наши ребята с ними все время вместе, все время в контакте. Вам ведь приходится видеть всю изнанку жизни. На что сегодня живут ветераны? Вы знаете, очень по-разному. Есть те, кто помогают дети, кому помогают внуки, кто-то с детьми даже живет. И есть, безусловно, абсолютно одинокие старики. Это очень больно и очень печально, потому что ты понимаешь, что они одиноки зачастую не потому, что родственники плохие, родственники не помогают, потому что этих родственников просто нет. Потому что если тебе 97 или 98 лет, и у тебя был сын, а у него была жена, а у них, например, не было детей, то просто банальные люди могли умереть, потому что возраст у детей у этих тоже. И, конечно, очень хочется попытаться помочь всем. Потому что когда ты видишь эту боль, когда ты видишь это одиночество, очень многие страдают именно от отсутствия общения. Поэтому когда приезжают наши ребята к ним, и могут просто поговорить, да, они могут рассказывать одну историю много раз подряд, но это настолько ценно и важно, услышать какие-то вещи у той войны с первых уст, услышать вот эти вот эмоции, которые люди испытывали тогда и до сих пор испытывают. Иногда, конечно, страшно вообще с ними разводить такие разговоры, потому что это заканчивается иногда очень сильными переживаниями. И, конечно, когда ты видишь, что человек начинает нервничать, не будешь трогать, не будешь спрашивать, лишь бы, не дай бог, не разнервничался, не было сердечного приступа и так далее. Но вот эта возможность, при которой живая история, невероятно важна. И наши ребята очень ценят это, и я им очень благодарна за всё. Они большие молодцы. И, в принципе, на них во многом держится вся организация. И большое спасибо хочу сказать нашим волонтерам. И, кстати, вот кто эти люди, как попадают они в вашу организацию? И, ну вот какой, если можно сказать, ну там возраст, чем они, кроме этого, занимаются? Ребята очень разные, очень разные. Каждый год в волонтерское движение вступают всё новые и новые молодые люди. На протяжении 12 лет мы организуем этот праздник. Когда-то они приходили в одну молодежную организацию, плавно перетекали в волонтеры в 9 мая ЛВ. Мы – организация открытая. Поэтому если кто-то из молодых людей, не очень молодых, хочет помогать ветеранам каждый день, хочет поехать поздравить их непосредственно в канун праздника, мы приглашаем всех. На нашем сайте 9may.lv можно найти наши контакты. У нас есть Facebook-страница. Тоже, когда кто-то пишет нам, мы отвечаем и стараемся всех желающих принять. И это ребята, начиная с 16, 17, 18 лет, а кто-то уже, мы смеемся, ветераны. Те, кто начинал с нами 10 лет назад, в 18-20-летнем возрасте, это уже 30-летние молодые люди, которые, безусловно, всегда приезжают 9 мая к памятнику и помогают. Потому что если мы говорим о самом мероприятии, которое проходит 9-го числа в поле, в поле, в самом поле, это ребята, которые собирают мусор, которые помогают ветеранам, раскладывают цветы. Вот, наверное, те, кто приезжает в памятник, помнят, что для того, чтобы положить цветы, вы передаете волонтеры, волонтеры красиво складывают. Это порядка 150 человек в поле. 150 человек одновременно и по сменам находятся с утра до вечера около памятника. Конечно, у них у всех есть договор волонтерский, но это вот те, волонтерские, в том плане, что это все оформлено юридически, естественно, никто никакие деньги за это не получает, потому что волонтерское движение. И вот этот вот драйв, невероятно эмоциональный заряд, который мы все получаем в сам праздник, непосредственно 9-го числа Павятника, он дает стимул весь год творить, делать, вкладывать, для того, чтобы 9-го числа собраться все вместе опять там и испытать эти эмоции снова. Откуда сегодня берутся средства у организации 9-й МЛВ на подарки ветеранам, на организацию праздничных мероприятий? Вообще, за что, за счет чего существует организация 9-й МЛВ? Организация существует за счет пожертвований. За счет пожертвований отдельная статья – это пожертвования ветеранам. Мы каждый год призываем жителей Лаврии жертвовать. И хочу сказать спасибо каждому, кто делает пожертвования прямые, через сайт 9-й МЛВ, прямым банковским перечислением. Мы получаем сообщение. Раньше у нас работал телефон пожертвования, сейчас он, к сожалению, по определенным причинам не работает. Но, тем не менее, все возможности пожертвовать ветеранам на подарки расписаны у нас на сайте 9-й МЛВ. Люди, которые из года в год помогают, большое спасибо, что вы не забываете наших стариков, потому что мы все прекрасно знаем, что в нашей стране ветераны разделены на две категории, и наши ветераны, которые служили на стороне антипитрирской коалиции, обделены, будем честным сказать. И, знаете, особо приятно, когда есть непосредственно перед праздником, обычно происходит такой определенный праздничный бум, и все стараются жертвовать. Суммы абсолютно разные. Я даже не буду откучивать. Иногда бывают суммы такие, когда у меня округляются глаза, когда я вижу, что 500-600 евро перечислил на помощь ветеранам. Большое спасибо и низкий поклон. Но, вы знаете, особо приятный и трогательный случай, когда человек не может, видимо, сразу позволить себе какую-то большую сумму. И каждый месяц этот человек вычисляет по 3 евро, по 2 евро, по 5 евро. Каждый месяц. И ты понимаешь, что это не вот такой сиюменный порыв и позыв. О, сегодня 5 мая, надо поздравить ветеранов. Я удивляю, что человек каждый месяц задумывается о том, что старикам живется тяжело, и каждый месяц сколько может жертвовать. Поэтому спасибо большое всем. Спасибо всем, кто жертвует непосредственно перед праздником. Жертвует весь год. Без вашей помощи и поддержки мы бы не справились никогда. И я считаю, что это заслуга всех нас, что ветераны перед 9 мая могут получить какое-то приятное поздравление. Спасибо. Вы сказали, что ветераны обделены, но вот что касается вашей организации, возможно, помощи и в этом смысле. Пытаетесь как-то добиваться тех же льгот, которых, возможно, нет в силу политики государства? В нашей стране это очень сложный вопрос. И как только организация 9 мая ЛВ начнет участвовать в политических вещах, я думаю, что могут последовать определенные сложности. Поэтому мы стараемся помогать именно в том ключе, в котором мы видим, в котором мы можем. И пытаемся закрыть ту нишу, в которой мы понимаем как и знаем, что можно сделать. Сам памятник освободителям. В последние годы все время поднимаются вопросы о его демонтаже. И даже сама постановка такого вопроса, она как-то очень сильно будоражит общество. И вот насколько эти разговоры, это все-таки чистая действительно политика. Как здесь возможно ли каким-то образом, ну и не знаю, защитить памятник? Или существуют ли какие-то нормы международного права, которые могли бы огородить вообще от поползновений? Потому что мы все время сталкиваемся с тем, что этот вопрос муссируется, поднимается, дискутируется. И, по-моему, уже продолжается сбор подписей. То есть, ну вот... Да. Безусловно, это абсолютно политический вопрос. Мне кажется, что вообще вокруг темы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, даже в этом названии есть некое противоречие, существует постоянный политический ажиотаж. И я понимаю, что исторический контекст достаточно сложный в нашей стране. Но мне хочется, чтобы когда-нибудь мы сели до стол переговоров. И мне кажется, что мы очень мало на уровне настоящей, нормальной цивилизованной дискуссии говорим об этих темах. И вот эта постоянная попытка политизировать вопрос захоронения памятника, особенной памятникам, он поднимается очень часто непосредственно перед очередными выборами. И, естественно, политические силы разыгрывают эту карту для того, чтобы получить определенные политические дивиденды. Существуют договоры, которые защищают и охраняют памятники в странах. То есть у Латвии есть договор с Российской Федерацией о защите памятников. Поэтому я очень надеюсь, что дальше каких-то политических дискуссий с целью получиться больше пациентов на выборах это не длинется. Но каждый раз это заставляет напрячься. Это заставляет людей снова и снова чувствовать себя в ситуации несколько отличной от государственного контекста. Потому что если мы говорим о празднике 9 мая, это ведь не просто праздник победы в нашей стране. Я, когда думаю об этом, и думаю об этом много, понятное дело, что это реакция в том числе общества и русского человека, и русской части общества на те процессы, которые происходят в стране и в политике. И мне кажется, об этом нужно говорить. Нужно говорить на разных площадках. У нас есть концентрировано наш дискусс русских, есть какая-то площадка дискуссионная, общественно-политическая, медийная у Латышей. И эти площадки, они очень редко пересекаются. И моя голубая мечта – вот эти болезненные темы, болезненные вопросы проговаривать. Проговаривать на разных уровнях. Может быть, мы никогда не договоримся. Может быть, мы выведем какие-то определенные моменты и поймем друг друга, и законсервируем. Вы знаете, вот мы долго дискутировали и пришли вот к такому и такому выводу. Я очень надеюсь, что когда-то мы там продумываем несколько вариантов проектов, для того, чтобы такие дискуссионные площадки создавать, что эта тема не будет настолько актуально политизированной. Я очень в это верю, искренне. Ну вот, Светлана, может быть, я сейчас задам очень такой действительно неловкий вопрос. Но этот памятник освободительный появился на моей памяти. Ну то есть это было 84-й год или 85-й год. И я хорошо помню, что, может быть, когда он появился, в принципе, это было в советское время, когда строились такого рода памятники по всей стране. И это было, ну может быть, я не хочу употреблять слово «формальный», но как бы это был очередной памятник в рамках существующей идеологии. И я вот очень хорошо помню, что, в принципе, возле него не собиралось таких больших массовых скоплений людей. Ну то есть он не вызывал такого ажиотажа. И после того, когда Латвия получила независимость, после того, как прозвучали слова, что «Вы здесь никто», и когда вдруг постепенно стало складываться какое-то ощущение, вот какая точка опоры, что какая, ну не знаю, объединяющая всех русских, может, какая-то дата, момент, память, место. И вот это никто не спускал сверху, но это как-то вот стихийно сложилось, что именно в этот день, именно вот это место собирает людей, которые хотят просто понять, что мы здесь всё-таки кто-то, мы здесь находимся, ну мы здесь не чужие, мы здесь вот свои. И вот это вот что-то, что находит в нас отклик. Вот вам не кажется, что вот как это сложилось? Почему это вот он стал действительно таким сакральным местом? Вы знаете, вы немножечко начали вспоминать какие-то моменты в своей жизни. Я очень отчётливо помню, как после восстановления независимости, это были 90-е годы, мне было тогда 7-8-9 лет, и моя мама, отец, который прошёл всю войну, был дважды ранен, и вообще в моей семье тема войны, тема ветеранов, уважения Дании, восхищения подвигом, она была всегда настолько актуальна. И мама, естественно, начиная с 5-6-7 лет, ставила фильм советский именно про войну, и я воспринималась вот в этом духе такого правильного патриотизма, именно в контексте не оголделой какой-то там за режим, за Сталина или за что-то ещё, а вот в духе вот этого воинского подвига. И в 90-е годы, когда независимость Латвии, когда Латвия восстановила независимость, я прекрасно помню, как после работы я забирала меня из садика или из школы, мы ехали к памятнику освободителя. Я помню коноплату, потому что нет никого. Какие-то редкие, ну там, не знаю, 5-6-7 человек, цветов не было вообще. И вот этот момент, он очень мне хорошо запомнился, и я помню вот этот момент возрождения, когда люди снова стали приходить к памятнику, когда люди снова стали вспоминать без вот этого вот стыда о том, что у меня вообще семья воевавших, у меня семья людей, отдавших жизни, потому что в какой-то момент, особенно когда уходили военные, и были же очень тяжёлые времена, когда ставили, по-моему, круглые печати или треугольные, я сейчас не помню, когда если ты был членом семьи военной, ты должен был покинуть страну, и поэтому эта память и дань уважения, она за собой могла вообще нести невероятные последствия. И вот через какое-то время, это, наверное, был конец 90-х, я помню, когда мы первый раз пришли на концерт вечером с мамой, я помню людей, которые действительно, как вы говорите, вот этот вот некий дух общий, чем невероятно сильна и интересна атмосфера у памятника в день 9 мая, вот это вот духовное народное единство чувствуется, ты приходишь в толпу, и ты понимаешь, что ты без своих. Я думаю, что никогда бы в жизни не было такого единения русского народа 9 мая, если бы у русских не отобрали образование здесь, если бы у русских когда-то не отобрали обещанное гражданство, не отобрали, а не дали, и постепенно-постепенно какое-то количество вот таких неверных политических шагов привело к тому, что 9 мая стало сакральной датой. Стало сакральной датой, и по сути сейчас приравнивается к дню русских в Латвии. Если бы политика государства, может быть, была бы немножко иной, какое-то нужно говорить, но для этого нужны два переговорщика, нужны люди, которые способны вести между друг с другом диалог, да. А мы сейчас разговариваем лозунгами. Русские идут, латыши не сдавайся. Отсюда 16 марта и 9 мая в том виде, который сейчас мы видим, да. Я не говорю сейчас о празднике, не говорю о дате, я говорю о том, что это праздник единения русского народа здесь. И после праздников мне позвонила одна исследователь, которая хочет взять интервью. Наша академия художественная вот это исследование проводит. Мне было бы очень интересно начать этот диалог, мне было бы интересно посмотреть, а как нас русских здесь, нас русских у памятника видят латыши. И мне хотелось бы донести какие-то моменты общественно-политические, потому что, ну, ребят, но это не просто День Победы. День Победы — это великая дата, это великий праздник для нас, но это праздник очень, очень скорбный и печальный, да. Для меня это всегда праздник. Очень банальная фраза, праздник со слезами на глазах, но, на мой взгляд, она отражает суть. Суть того, что чувствую я. Я всегда. И мне всегда у памятника очень хочется испытать вот эту эмоцию, да. Это не просто праздник, э-э-э-э, мы победили, да. Я очень не люблю браваду у памятника. Вот просто не могу. Мне не нравится, когда по городу начинают перед праздником ездить машины с надписями «Можем повторить». Вот вы тоже об этом говорите. «Можем повторить что?» Вот мы общаемся с ветеранами. Каждый раз ветераны говорят, когда мы или говорим, или прощаемся, лишь бы не было войны. Да, и тут появляется машина с надписями «Можем повторить». За рулём 20-25-летний мужчина. К чему эта бравада? Никто из нас войны не хочет. Зачем? Да, то есть это... Я понимаю, что в этом есть какое-то, опять-таки, выражение несогласия с политикой государства. Но можно не соглашаться по-разному. Но когда вот я вижу такое, меня потряхивает, честно. Да, при том, что я человек, который 9 мая любит, ценит, уважает, для меня это очень личное, очень семейное и очень живоприбежище. Мы сейчас должны сделать небольшой перерыв, и потом мы вернёмся и продолжим. Оставайтесь с нами. Продолжается программа «Личное утро». Светлана Савицкая, член правления общественной организации 9 мая ЛВ сегодня в нашей программе. И вот вы уже заговорили о том, что действительно эта дата для нас, русских, живущих в Латвии особенно, но ведь она и для россиян, когда говорят о том, как относятся к этой дате, ну, 8 мая, скажем, в Европе, всё-таки отношение очень сильно разнится. Вот если говорить о том, как французы, даже те же самые немцы, итальянцы отмечают это окончание войны, как вот в России отмечается. Если вспомнить, ну, даже вот, ну, вспомнить потери людей вот по Европе, это какие-то совершенно несопоставимые цифры. Может быть, дело в том, что, ну, вот европейские страны, может быть, ну, не испытали, хотя Британию бомбили, там, да, были, но враг всё-таки не был на, ни жёг города, ни сажал в концентрационные лагеря людей, которые находились на этой территории. Ой, у нас... Да, мы слышим вас. Да, слышим. Я думаю, что, безусловно, разность отношения связана именно с тем, насколько долго Советский Союз сражался в этой войне, насколько близко, не то, что близко подошёл враг, он был внутри, он был в домах, он был в городах, он жёг деревни, всё. И вот эти вот истории, когда в той же Белоруссии, на Украине сначала приходили одни, жгли, потом снова немцы отвоёвывали, возвращались на позиции, опять жгли, воровали, и потом освобождали советские войска. То есть это та война, которая затронула, мне кажется, что нет ни одной семьи, которая не пострадала. И именно поэтому память в нас жива, потому что у всех были бабушки, дедушки, прадедушки, которые либо не вернулись с войны, либо были ранены, либо были замучены в консентрационных логиках, либо были в блокадном Ленинграде. То есть для каждого из нас это лично, это семейно, это пройдено через поколения, через рассказы. Хотя, вы знаете, в этом году, чем старше я вообще становлюсь, тем больше ты думаешь, конечно, об истории своей семьи, об истоках. И мой дедушка, ветеран, он в 17 лет лежал на фронт, у него было два серьезных ранения, бабушка с 15 лет работала на заводе, шила амуницию для фронта, прадед пропал без вести, вот ни сих пор не знаю, где он, что он, каким образом он погиб. И мой дед никогда в жизни не говорил о войне. И он ушел, мне было 16 лет, и в 16 лет ты еще не понимаешь, что тебе нужно было, несмотря на то, что в семье это не принято, и я понимаю, что доставляет дискомфорт душевный и боль разговор о войне, нужно было дедушку с собой спрашивать, говоря о том, что прости, я понимаю, что это тяжело и больно, но расскажи, кто мне потом расскажет. И вот когда мы разбирали дедушку умер, какие-то документы, у него есть, допустим, листик, на котором были написаны там стихи, где он был, когда он был, в каком госпитале и так далее. Но в нашей семье об этом не говорили никогда. Бабушка могла что-то рассказать о своем детстве, о том, как их эвакуировали, как она работала потом, и как присылали консервы, и они думали, что это консервы из черепах. Да, то есть, ну, такие какие-то нюансы, да, но про войну я не знаю совсем. Но дедушка вплоть до смерти, он кричал во сне, и он был артиллеристом, он шел в бой, в огонь, и я даже помню историю, как ветеран войны, инвалид войны, он каждый год получал путевку в санаторий по всему Советскому Союзу. И это, наверное, были последние годы, наверное, год в 89-й. Он приехал сюда в Латвию, мы с мамой уже жили, естественно, здесь тоже, и пожилые люди жили по двое, по трое в номере, но не в номере. И я помню его боль, когда один из его соседей написал на него кляузу, что он кричит во сне, и с ним невозможно находиться в одном помещении. После этого дедушка сказал, я не поеду больше никогда, и никуда не поехал. Вот это как-то вот такие очень эпизодичные, очень маленькие моменты, которые я могу вспомнить о войне, об отношении, о боли, но вот от него, не знаю, почти ничего. Но он эту трагедию пронес на протяжении всей своей жизни, и передал ее вам даже без слов, наверное, может быть, как-то так. Я думаю, да, передала мама, безусловно, я, маме, к сожалению, тоже нет, и сейчас, нет давно, и сейчас, конечно, меня обливает огромное количество вопросов. Мне хочется спросить, мама, а рассказывала ли дедушка в твоем детстве о войне, а каким образом проходили праздники победы, потому что я сейчас столкнулась с тем, что когда мы начинаем говорить о теме войны, мое восприятие этих событий праздника 9 мая, оно несколько отличается от людей старшего поколения, потому что они говорят все время, это праздник, праздник и точка, да, потому что, мы только недавно говорили с коллегой, она рассказывала о своей семье и говорила о том, что коснулась дедушку, бабушку, тетю, огромное количество родственников, они прошли войну, и 9 мая для них это был невероятный праздник второго рождения. Они веселились на полную катушку, 9 мая был праздником, главным праздником в году, и я понимаю, что если люди, прошедшие все ужасы той войны, не так относились к этой дате, наверное, и мы должны воспринимать ее так же, но в моем отношении и восприятии уже примешано большое количество лирических ноток, боли, трагизма, невозможности задать какие-то интересующиеся сейчас вопросы своим близким и родным, потому что их просто рядом нет, и с каждым годом мое настроение у памятника и вообще отношение к 9 мая, оно очень смешивается, для меня это не праздник в чистом виде, для меня это праздник на глаза, как я уже говорила, и он такой становится очень-очень задушу цепляющим. А с другой стороны, столько еще, вот 600, вы говорили, 43 человека в лиге ветеранов, может быть, еще можно успеть попытаться записать их воспоминания и сохранить, но ведь в Израиле устная история тех, кто пережил Холокост, это как свидетельство того, доказательство того, что это было, что это невозможно потом будет переписать. Вы знаете, мы об этом думаем давно, и прошлые годы наши волонтеры старались записывать какие-то истории. В этом году зимой мы собрались с некоторыми общественниками, разные абсолютно организации, и мы поехали к ветеранам минимально поздравить их с Новым годом, просили рассказать о войне. И получилось несколько очень интересных сюжетов, видеороликов, которые мы надеемся, что мы все-таки сможем, и потом самые яркие, красочные рассказы. Мы, естественно, и вы же на сайте, и постараемся распространить по Фейсбуку, чтобы люди, особенно молодежь, видели и слышали живых героев. Но мне кажется, что самое страшное говорить о том, что когда они уйдут, начнут перевирать истории. Посмотрите, они еще живы, а истории уже перевирают вовсю. И вот этот момент, мне кажется, настолько непростителен, с современником, потому что вы говорите и рассказываете, как это было людям, которые там горели в этом аду. О чем вы? Я не понимаю. И, конечно, возвращаясь к памяти, мы, безусловно, очень хотим попытаться сохранить. И другое, потому что им уже очень тяжело. Это нужно было делать лет 20 назад. 25, когда они все еще были сильны физически, потому что, когда ты начинаешь говорить о войне, и ты видишь, что человек нервничает, ты переживает, ты просто боишься за его здоровье. И не всегда ты хочешь этот разговор продолжать, потому что самое главное, самое важное, это человек. Воспоминания это вторично. Вы говорили о необходимости диалога, наверное, в том числе русских и латышей в контексте вот этого исторического события. Один из наших слушателей, который звонил нам в вечерний интерактив, когда мы как раз говорили о 9 мая, он высказал такую, ну, наверное, очень спорную инициативу, но он сказал о том, что один его дед воевал за немцев, другой воевал на стране Красной Армии. И вот он говорит о том, что я хотел бы взять два портрета и условно пойти вот в такой акции, ну, как бессмертный полк, например, и объединить своих дедов, потому что на это историческое событие он смотрит через боль, в первую очередь, через призму боли и трагедии каждого конкретного солдата. Как Вы считаете, чисто теоретически возможно в Латвии вот такое? Я думаю, что возможно, потому что в Латвии столько семей с похожими историями. Когда одного брата призывали в одну армию, а другого призывали в противоборствующую и когда действительно это было, это не в кино придумано, когда брат шел на брата, когда идет бой за какую-то деревню или поселок, который находится в непосредственной близости от того места, где тебя призвали в разное время, это все было и это ужасно. Это просто ужасно и я думаю, что может быть какой-то такой подход через такие истории, через такие семьи, он может открыть этот диалог, открыть, помочь, помочь как-то. Мне кажется, это нужно вывести просто из политической повестки дня и из вот этой постоянной борьбы в человеческое, в общедоступное и понятное, в память о предках, в будущее наших детей. То есть это должна быть какая-то связка. Наше прошлое, наше сложное прошлое, наше спорное прошлое, оно не должно мешать нам строить вместе Латвию. Единую, сильную, справедливую Латвию, в которой всем нам будет хорошо, нашим детям будет хорошо. И мне кажется, что должны появиться государственные мужи, вот именно государственные мужи, которые это понимают, потому что историю важно знать, они необходимо помнить, но необходимо не тащить ее в будущее постоянно. Мы сейчас живем больше политическими какими-то распрями, связанными с интерпретацией исторических событий XX века, и зачастую забываем о том, что нам нужно смотреть в будущее, вектор будет туда, а не обратно, и назад. Но возможно ли такое действительно примирение, потому что мы видим, что вся государственная пропагандистская машина, она работает в одну сторону, хотя вот я в первом часе говорил о том, что будучи историком, я видел документы, которые явственно свидетельствовали о том, что в годы немецкой оккупации за вывешивание флага независимой Латвии полагался расстрел, и это применялось, то есть расстреливали людей националистически настроенных, которые радовались приходу немцев, думая, что сейчас немцы помогут восстановить независимую Латвию, и этих же людей просто ставили немцы к стенке. Вы знаете, я думаю, что нужно об этом говорить, потому что вот те вещи, о которых рассказываете вы, сейчас в данный момент слышат слушатели русскоязычные в основном, я знаю, что и слушают ваше радио, но тем не менее, эти вещи должны звучать в разных информационных пространствах, должны быть созданы площадки, которые приходят и русские журналисты, и латышские журналисты, которые потом могут после этих дискуссий дальше нести вот это какое-то единое или разность этих мнений, для того, чтобы не было черного и белого, не бывает так, особенно, когда это касается истории, особенно истории 20 века, во-первых, она настолько рядом, во-вторых, она настолько сложна и настолько неоднозначно, что невозможно не проговаривая и не вступая в диалог и в дискуссию каким-то образом эти проблемы разрешить, я так считаю. Вы думаете, 9 мая в Латвии может стать выходным днём? ой, нет, я думаю, что нет, и ну нет, нет, То есть это однозначно? Однозначно, что нет. Вы знаете, вот возвращаясь к теме 9 мая в этом году, мне хотелось бы всё-таки призвать людей относиться ответственно к ситуации, которая сложилась, и как альтернатива, я прекрасно понимаю, что по российскому телевидению будет очень много интересных фильмов, программ, передач, которые будут привлекаться к телеэкрану, но нам в этом году с коллегами очень хотелось создать какой-то такой продукт, который бы позволил младвийцам, которые приходят каждый год к памятнику освободителям в Ладвинге, вспомнить, как это было, почувствовать именно нашу латвийскую атмосферу этого праздника, потому что к нам очень часто приезжали наши российские друзья, это и деятели искусства, кино, музыканты, они говорили, что, вы знаете, по духу, по настроению круче, чем у вас, в России не празднуют нигде, и вот этот эмоциональный подъем нам хотелось очень передать, поэтому мы приглашаем всех как альтернативу посещения нашего сакрального, как мы уже выяснили, места для распроизводительных жителей Латвии 9 мая, мы приглашаем всех 9 мая на наш портал 9mei.lv, где будет транслироваться праздничная программа, которая будет состоять отчасти из фрагментов концертов прошлых лет, самых ярких выступлений, так и мы специально подготовили к 75-й годовщине программу трехчасовую, которую мы повторили несколько раз, вот в 11 часов первый раз мы ее покажем, там будут поздравления от разных общественных деятелей, в этой программе также мы давно сотрудничаем с фестивалем Станиславский ЛВ, это фестиваль молодежных театров, с Натальей Захаровой, спасибо ей большое, и вот когда мы поняли, что чрезвычайная ситуация не позволит нам отпраздновать в привычном формате День Победы, я позвонила Наташей и попросила Наташенька, а может быть ребята могут каким-то образом что-то сделать в электронном формате, потому что они собирались 9 мая приехать к нам и программу со сцены свою показать Рижанам, и вот они подготовили очень интересные трогательные выступления, поздравления наши местные латвийские музыканты, вот мы недавно соблюдаем все правила естественно записывали в студии и песни, и обращения, дипломаты выслали нам несколько поздравлений нашим латвийским ветеранам и вообще поэтому давайте останемся дома, включите трансляцию, посмотрите может быть что-то по телевидению, может быть включите хороший любимый военный фильм и давайте вместе отпразднуем 9 мая великую 75-ю годовщину 75 лет прошло, я всех поздравляю я желаю всем здоровья я желаю всем долголетия ветеранам прежде всего мира и гармонии гармонии в нашей стране мне кажется это очень важно я очень надеюсь что мы преодолели наши разногласия и распри будем смотреть будущее на них прошлое ну что ж спасибо вам спасибо вам большое мы поздравляем вас с днем победы спасибо поздравляем спасибо вам огромное с праздником с праздником Светлана Савицкая член правления общественной организации 9 млв сегодня была в программе личное утро спасибо до свидания до свидания спасибо до свидания